Проблемы экологии, которые копились десятилетиями, в полной мере заявили о себе в 21 веке. И именно сейчас требуют неотложного решения. Первый шаг навстречу природе сделан. 2017 год в России официально объявлен годом экологии. Экологические организации получили зеленый свет. Представители одной из них побывали в гостях в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Таким оригинальным способом сотрудники социального реабилитационного центра решили показать детям, что у мусора есть другое обличие, более привлекательное и дружелюбное. Пакетом бумаги, пластику местные дизайнеры дали вторую, не менее яркую жизнь. А поводом к такому преображению послужило событие, которое в ближайшие три года кардинально изменит жизнь воспитанников. Руководство центра и организация «Зеленая Россия» заключили договор о сотрудничестве. Это значит, что каждый ребенок сможет внести свой вклад в сохранение природы. Это движение добровольное, в которое вступает каждый желающий, оно существует по всей нашей огромной стране. Центром является Москва. У «Зеленой России» есть одно из направлений, одно из движений – это «Лес Победы», проект, который очень значимый в нашей стране. По всей стране сажаются деревья в честь павших в Великой Отечественной войне. Новости акции обещают регулярно опубликовать на сайте «Зеленой России». Организаторы в виде игр, квестов, мастер-классов экологически просвещают молодежь. Представление о культуре поведения у многих уже есть. Я могу только убирать мусор, например, сажать деревья. Вот что может делать обычный человек. Когда я вижу мусор, я сразу его выкидываю в мусорный бовчок. Самые активные дети будут награждаться призами, один из которых – поездка в лагерь «Артек». Но главная награда – это сохраненная природа. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика.